Привет всем, дорогие друзья, также новые зрители канала Заброшенная Россия. Маккан рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня я нахожусь в деревне Хмелевка, Камышлинского района Самарской области. Как оказалось, эта деревня основана выходцами из Украины, поэтому фильм будет очень интересный. Досмотрите до конца. Поехали! На везде, друзья, я тут увидел такую остановочку, сделанную в стиле деревенского минимализма. А это, наверное, у нас тут домик, где, наверное, или дети играются, или закрыто, странно. Думаю, остановка закрытого типа, или дождя, вернее, от дождя прятаться непонятно. Нечасто можно такие остановочки встретить. Чего, Арчи, подождем автобус? Жарко сегодня. Васек! Васек! Это не Васек. Я думаю, наш. Нет. Здройте. А что такое, скажите? Это остановка. Остановка? Да. Ничего себе. А что? Интересно, а какие местные? Сколько там человек помещается? Смех с мехом. Да? А, мехом. Буран, хлеб ждем тут, автобус ждем. Зимой, да? Зимой, летом, весной, осенью. Ничего себе. Стекла поснимали, полицию лично. Это мой муж все делал. Лава улет, все. Людям. Четыре человека, садишься. А почему закрыто? А что, хотите, ты внутрь? Нет, хотел внутрь, да? Интересно просто. Можно открыть. Вот ключ. А, вон в чем дело. Лава не догадается уже. Ничего себе. Круто сделал. Арчи. Это я приду за хлебом. Мне что делать? Камнями заложил. Ветер дует снизу. Понял, понял. Что к мне это? Хорошо. Вот, садимся. Да, классно. Можно сюда еще. Привет. А я издалей. Говори. Васька, что ли, наш тут? А вы откуда? С Бугаруслана. Айда, выходи, друг. Интересно. Вот наклейка, как у баранча. Вот это клеили, смотрю. Ой, кругом ходит, ходит, думаю. Нет, то наклейки хочет клеить. Скажите, в деревне Сулк сейчас человек живет? Где-то 30, не больше. Всего, да? Да. С детьми все. А вы местная жительница? Да. Развели здесь. В 5 лет жил. Тут в основном украинцы хохлы. Да ладно? Серьезно? Да. Это когда-то в Мельницкой области еще моего мужа, прадед, приехали. Тут вот, говорит, был лес, они корчевали, строили там. Вот у нас дом весь дубовый. Ничего себе. Тут дубя были. Это вот зелененький ваш дом, да? Да. Это в каких годах примерно? Даже, не могу сказать, до войны еще, там революция, может. Вон там у нас Олифер есть, 40-го года. Вот он может вам... Олифер? Да. Имя такое? Фамилия. 40-го года это получается, мышь, 83 года сейчас. Раньше больше деревни было. Еще раньше, говорит, вот в дом, в дом, вот тут проулок, только что скотину выгонять. А сейчас все уже, работы нет, мало детей нет. А вот как зовут? Елена. Спасибо большое. Здорово. Давайте прокатимся по деревне, посмотрим. Честно говоря, друзья, очень удивлен, что деревня оказалась основана выходцами из Украины, потому что, ну, не знал, честно говоря, такое редко бывает. При заезде в деревню сразу увидел, что деревня немножко отличается вот от наших деревень, которые я привык видеть. Здесь у нас получается с двух сторон идут дома, а посредине такие вот маленькие срубы. Амбарчики маленькие, необычно. Конечно, они у нас тоже встречаются, но здесь как все чувствуется по-другому. Посмотрим, может быть, что-то открытое. Тут есть у нас горшок, точно открытый у нас. Здесь получается раз, два, три. Два дома точно заброшенные. Давно никто не живет. Ух ты! Одни друзья у нас. Ожидает много чего интересного. Дедушкин гараж был. Огромный сундук. Что там этикетки из старых? Посмотрим сразу. Нету, к сожалению. Какая-то раньше машинка тут стояла. Тут тоже пчеловода осталось. Вот дилетчик интересный. Для вина. Старая лампа. Что у нас такое тут? Посудка. Маленькие чашечки. Рюмочки. Гранюн. Даже руль остался. Неизвестно, какой машина. Кстати, целый. Пипки только нет. Наверное, откуда-то запорожится. Интересный. Ух ты! Сразу не заметил. У нас тут ножовка. Старая. Немножко, конечно, уже не работает. Ух ты! Вот это что такое? Интересно. Какой-то пресс. А ты что? На стульчик залез, а? Повыше хочешь быть? Мы юный исследователь. Поехали. Больше. Ого-го! Друзья, смотрите. Ягоды первые мои в этом году. Поспили. Прямо в центре деревни. Ты этого не поймешь. Смотрите, куколодец старый. Интересно, глубокий. Ух ты! Из дерева. Из бревна сделан. И практически рабочий. Давненько тут не живут. Где вход. Интересно тут у нас. Все давно заброшено. Дом, скорее всего, закрыт. Да, замочек у нас висит. Ух ты! Сундук! Тоже сундук на замке. Значит, кто-то... Арчи, приезжай. Пошли! Кто-то приезжает, значит, у нас... Пошли сюда. Вот и тут все обрушилось. Дрова были. Вот, чтобы я тут какую-то конструкцию видел. Кажется, сани. Ух ты! Друзья, вот так, смотрите. Такие маленькие деревянные сани. Прикольные. Конечно, сто раз переделанные, но... Детские зато. Двухместные, наверное, даже. Старые санки остались. Пошли, Арчи. Остались старые ставни из дома, наверное. Сняли, ремонт сделали. Работающие еще. Ух ты, у нас банька, кажется, тут. Сыраюшка у нас тут какой-то. Ух ты! Тут даже остался самовар. Конечно, не на углях. Электрический. Но выглядит по-старому. Пятюшочек. Старый. Даже работающий. Ручки так приделать. И будет работать. Что у нас тут? Банька. Давненько тут не были. Опа! Банька по-черному. Все закопченное. Буравчик. Все, ну, мы заглядим в баннику. Ух ты! Вот это, да! Таких я еще бы не видел, чтобы из-под колеса были сделаны. Паучину. Берем, покажу вам дозе. Смотрите. Интересно. Как можно, мол, тут палиться в такой темноте? Ну, Катя, окошко есть. Ух ты! О, красивенько смотрится. К опоте можно, мол, тут коптиться. Тут еще, кроме камней, железки разные. Нагревались. В общем, на ухалку это прикольненько. Экскурсии по бане, по-черному. Пошли, ФЧ. Пойдем. Нравится? А вы отсюда родом? Мне сказать, деревень украинцев, да, здесь украинцы же? Это получается, вот все такие дома раньше были мазные, да? Ну, да. Все раньше были мазные, все. И ваш тоже, да, здесь? Да, тоже было, это уж. Сейчас началось. Ой, здесь родились, да? Да. А что вообще рассказывали, кто у вас здесь из Украины? В каких годах приехали? Это надо старших спрашивать. Ну, мне дедушки направили там где-то там, 40-го года сказали. Да, дядя Коля, Алиса. Это язык украинский остался? Нет? Нет, я не. Вот дядя Коля, да, у него и дочь разговаривает, сын разговаривает на украинском. Тут уже мало народу, всех осталось. Чем тут занимаетесь? Чем мы занимаемся? Думаю, коз держим, телят держим. Хозяйство? Да, огород. А здесь школа, клуб были? Были. Остались, нет? Нет. Ничего не осталось? Ничего не осталось. Ладно, спасибо. Смотрим ваш канал. Серьезно, что ли? Ого, узнали? Ничего себе. Спасибо, что заглянули к нам. Нет, за что. Ну вот, друзья, оказывается, меня узнали. Я думаю, почему Ищен так улыбается, приветливо. Оказывается, меня узнал. Хотя, это Самарская область. Ну, хотя тут до моего Бугуслана километров 60, наверное. Но все равно радует, что в соседних областях меня смотрят. В общем, в поисках дедушки и прокатимся по деревне. Вот, друзья, как раз мазанка, которую я заметил. Беленький домик красивый, обмазанный. Сейчас такое можно у нас в Самарской, Оренбургской области встретиться. В общем, едем дальше. Я увидел в кустах тут два заброшенных домика. Сейчас зайдем, посмотрим. Может, открытые. И каменный сарайчик, смотрите, под железной крышей, мне кажется. Или амбар, или магазинчик какой-то был. В общем, давайте по порядку сначала посмотрим домик. Очень интересно заглянуть туда. Домик, из которого сделали амбар. Не знаю, как это смогли сделать. Просто выпилили стену, сделали ворота. Попробуем обойти. Еще один домик, избушка на курьих ножках. Да, сложно назвать этот дом уже домиком, но какие-то очертания тут есть. У нас тут стекло. Ух ты, друзья, смотрите. Интересно, от какой техники это углом сделано. Ведро кованое колодезное. Изба на меня не упала. Что-нибудь тяжелое. Ух ты, ух ты, ух ты. Как, друзья, эпично смотрится. На месте иконы пшеничная водка. Видите, пузырек. Да, там что-то я тоже старое увидел. На крыше коромысла. Чугунок валяется. В общем, все. Домик у нас стал конец. Рассыпается на глазах. Восьмой домик. Теперь пойдем посмотрим каменный гараж. Не часто можно стоять такие каменные амбары. Обычно каменные магазины были. Ух ты, он еще и закрыт. Интересно, друзья. Какой старинный. Ух ты. Смотрите, какие раньше здесь двери были. Петли, какие остались. Обалдеть. Кованые все. Смотрите. С узорами. Ключ какой-то секреткой был двойной. Да, интересно. Сразу хочется туда попасть. Но так просто не получится. А вот, получается, петли. Петля. Это просто замок туда застегивался. Да, интересненько. Необычный амбарчик. Прогуляемся дальше. Ну, друзья, я засел в какую-то ямку. Хотел эффектно красиво проехать. У нас есть полный привод. Попробуем выехать. Едем дальше. В интересном месте оказался. Тут, наверное, уже дороги давно нету. Хотя она раньше была. Но есть пешеходная дорожка. Тропинка. Ух ты, друзья. Смотрите, тут старые заброшенные дома. Раз, два. Как клево. И вот такие места больше всего люблю. Смотрите. Амбар. В кустах. Что-то такое прям таинственное здесь. Настоящие украинские домики. Сейчас посмотрим, как они выглядят изнутри. Так, здесь сложно найти. Идем обход. Это просто был сарайчик какой-то боковой. А где вход в дом? Я что-то не пойму. Не с той же стороны? А, вон там. А, нет. Здесь сплошная стена. Только, наверное, с той стороны. Сначала посмотрим, заглянем. Сарайчики. Старинные засовы. Ух ты. Лопаточка. Таких больших я не встречал еще. Здоровая. Ух ты, трон какой королевский. Самодельный. Красота. Одноместный, двухместный. Сарайчик для коров. Ух ты, какая была бочка. Смотрите, друзья. Переплетенная была. С обручами из дерева. Но, к сожалению, уже сгнила. Обычно такие в музей забираю к себе. Ух ты. Как раз вот такие бочки в музее. И собираем. Ну, это с какашками. Полный какашек. Какашки я пока музей не собираю. Но, если, в принципе, вычистить мусор, то можно забрать в музей. Обожаю такие бочки, когда они скреплены коваными кольцами. Днище еще хорошее. Отпражненько будет кольцо слетело. Есть опасность, что может рассыпаться все. Это будет фиаско. Все. Уже не рассыпется. Естественно, она пролезет вообще отсюда. Отпроем пролезла. Все, тащим машину. Правда, что-то Арчи только у нас только потерялся. Где-то застрял Арчи. Сыщик мой. Местные жители там у нас ходят. Пообщаемся сейчас. Здрасте. А вы местные жительницы? Да. Да. Ты всю жизнь живете? Нет, 25 лет. Давно не живут здесь? Да, уже 10 лет почти, что ли. Кто жил там? Бабушка с доникой. Здесь тоже давно не живут, да? Тут дом оболелся, потому что этот... Ну и печкой сломал. Смой граблёв там старые. Такие сейчас уже не встретишь в деревнях. Нашли. Бабушкин дедушки. Я в детстве такими грабил тоже. А вы что, тоже с деревней? В детстве я в деревне провел. Так, вообще в Бугусане живу. Занимаюсь блогерством, фильмы про деревня снимаю. А, понятно. Заброшит Россию, канал. Работать никто не хочет. Все хотят только блогерами. Думаю, тебе, знаешь, как тяжелая работа. А, да, тяжело. 2500 голов за смену не выдаешь. Ну, конечно, да. А вы ДРК работаете? Да. А где? У немцев. Где это? В Дымке, в Северной Неве. Туда ездите, да? Да. Там большое хозяйство. Тяжело, очень тяжело вообще, капец как. Работа тяжелая. А почему, поближнее переберетесь жить? Лезть нормально? Туда, что ли? Да. У меня дом нормальный. Ну, что я буду куда-то перебираться? Правда, зимой тут фиг вылезешь. А сколько детей в школу ездит и куда? Ну, детей двое только. В Никиткино где-то школа? В Никиткино и одна школа, другая много сманывает. Ну, все хорошее, прогуляйся еще. Счастливо. Да, друзья, кого только не встретишь в деревне, когда женщина с девочкой вышли, я подумал, что вообще какая-то картинка из прошлого с такими антрожными деревянными граблями, которыми я еще пользовался. своей бабушке летом 30 назад. В общем, такое ощущение было, что я реально в прошлое попалку. Продолжим прогулку по деревне. Тут у нас еще один заброшенный домик. Но он у нас заколочен. Арчи сюда. Закрыто. Хотя крыша провалилась. Ах, ты Арчи тут счастливый, а носится. Вернулся к тому дому, где нашел бочонок. Хочется все-таки заглянуть внутрь. Да, вон там вход. Тут еще один дом заброшен. Нам пробираться надо будет. Домик у нас открыт. Ого. Ух ты, и сразу тут у нас лампа старинная. Горшочек. Кувшинчик колотый. Ух ты, красиво какая. Стенка у нас. Комодик. Просто шикарно, друзья. Смотрите, какая красота. Самодельная все. Стекол нет, но смотрится изящно. Ух ты. Вот, друзья, тут бочки еще в кустах. А тут оказывается этих бочек навалом. Ого, еще одна. Смотрите, зеленый бочонок. Какой целенький. Как новенький. Там еще один. Гозетки. Да, тут чердак обвалился. И все. Рухнуло. Лишь бы сейчас на меня еще не рухнул. Дополнительно. Бутыль. Интересный. Ух ты, какая там я вижу. Лампу, друзья, красивая. Точно, однозначно пойдет ко мне в музей. Потому что у меня таких музеев всего две. Смотрите, какая красота. Очень редко такие случаются. Поэтому возьмем музей. Кстати, на моем втором канале реставрация старины. Мы такую одну лампу отреставрировали. Кто не видел наш канал второй, где мы реставрируем старые вещи, в описании к фильму укажу ссылку. Переходите, смотрите и подписывайтесь. Ух ты, прялка стоит. Хочется, конечно, наверх, но здесь все может рухнуть просто. Поэтому пойдем аккуратненько вниз. Смотрите, какой бочонок красивенький. Ух ты. Тяжеленький с бутылками. В общем, копатели тут были. Ух ты. Тут еще и под печку, оказывается, можешь заглянуть. Интересно. Висячая печка была в подвешенном состоянии. Старые ситы вижу. Ух ты. Старинные ситы. Че ты? Любопытный. Любопытней, чем я. Пойдем дальше. Пока тут вообще все не обвалилось. Еще один у нас старый дом, который стоит рядом. Этот дом закрыт у нас на замке. Но все они у нас открыты. Я увидел здесь очень много старых фотографий. Смотрите. Словно из прошлого. Дома на самом деле все белые. Мазанки. Деревенские фото. Мотоцикл. Это вообще какая-то военная фотография. Вот тут семейная фотография. Смотрите, написано. След в сердцах людей. Кстати, прям. Выехали на другую улицу. С другой стороны ручья. Возможно, Николай Павлович у нас здесь живет. Ну, а здесь увидел маленький домик. Избушку на курьих ножках. Ух ты. Тут уже, конечно, ничего не осталось. Сейчас вас засуну, друзья. Туда сам постою на улице. Две печки было. Малюсенький домик, конечно. Но внутри очень прохладненько. Пойдем спросим, кто здесь живет в таком красивом домике. Дома кто есть? Здрасьте. 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 Дома кто есть? Где все люди? Здравствуйте. Здрасьте. А скажите, Оливер Николай Павлович здесь живет? Олефий. Олефий, да. Олефий. Дальше. Дальше? Это вот... Здрасьте. Сейчас прям поедем через овраг. Овраг проедете и опять прямо. Большой дом там. И там увидите дом следующий. А вы и местные вообще? Да ну как, приезжаем тут. Раньше жили родители. Да я вообще фильм про деревню снимаю. Интересует историка, откуда украинцы здесь переселились. А, родите. Расскажем сейчас. Да. В общем, как рассказывают. Приехали с Украины сюда. Вот хохлы приехали. Здесь землю купили. Здесь была дешевая земля в каком-то как бы не в 800 году. Купили землю несколько семей. Вот что здесь есть хохлы. Обосновали деревню. Назвали Хмелевка. Был здесь лес якобы на территории нашей деревни. Они его вырубили, выкорчевали, распахали деревню. Там переженились. Вот была такая деревня. Вы тоже корнем отсюда, да? Да. Да. У нас фамилии родителей моих козырь. Украинская, да? Украинская, да. Говорят по-украински? Нет. Вышло уже? А бабушке говорили? Бабушка прям по-украински не говорили. Вот как говорят суржик. Так вот смешанное что-то там. Некоторые говорят не то что по-украински, а вот на суржике. Тут остался уже трень-брень. Вот такая история. А вы здесь постоянно живете? Нет, мы из Тольятти приезжаем. На лето живем здесь. А, да? Дача у вас, да? Ну, родительский дом, не дача уже нет. Так что вот такая история нашей деревни. Спасибо большое. Да нет, пожалуйста. Пойду. Ну, друзья, неожиданно встретил местных жителей, которые сейчас живут в Тольятти. В общем, всем тольяттинцам приветствуются, кто смотрит в Тольятти. Ищем дедушку дальше. Друзья, как вы знаете, в том году YouTube подключил монетизацию, и сейчас наш канал существует только благодаря поддержке подписчиков. Поэтому, если вам нравится то, что я и моя команда делаю для вас, вы можете нас также поддержать. В описании этого фильма указаны карты Тинькова и Сбербанка, по которым нам можно оказывать финансовую помощь. Если сложно поддержать нам финансовую, можете просто поставить лайк под этим фильмом. Написать хороший добрый комментарий о нашей работе и поделиться им со своими друзьями в соцсетях. Это тоже очень поможет нашему каналу. Большое спасибо за то, что у нас есть. Дома кто-нибудь есть? Заметил, во многих домах такие вот перекородочки тут есть. Здравствуйте, дома есть кто? Вы или Николай Павлович? Нет. Николай Павлович здесь живет? Нет. А он где живет? В 2-й, в 2-й, в 2-й. А где он живет? На той стороне, что ли? Да. А я выходи. Здравствуйте, Николай Павлович. Меня зовут Алексей, я с Бога Руслана. Снимаю кино про вашу деревню. Что-нибудь можете рассказать? Откуда вообще украинцы взялись здесь? Откуда приехали? Это наши простарики приехали. А откуда взялись они? Это там где-то Полтава была на Украине. Вот они и приехали сюда, переселились там. Там земли не было, чешо у них там не было. Вот это оттуда они переехали. А в каких годах примерно? В 900-х годах. Я этим делом не интересовался. Я человек советский. Сколько вам лет? А сколько ты дашь? 60. 60? 50. Ну правильно. Ошибся немножко. Ага, 83. Ох ты, ничего себе. А вот старые фотографии есть? Вот лось какой. Садись. Проходи, садись. А сейчас здесь где-то вот было. Поехал, у вас фотоальбомов тут. Ох ты, что такое? Старые. Пионеры. Какие антуражные фотографии. Мужики. Это же мать, да? А? Мать. Нет, не мать, это Алина. А, Алина. Жена. Жена. Деревенские фото. Харьков. Всем харьковчанам привет. Это он служил там где-то. Вот отец. Он на фронте погиб. Вот мать. Ага. Да, вот. Вот это мать. Интересный фото. Восьмой выпуск школы ФЗО номер 16. Группа плотников. Интересно. Редкая фотография. Кепки такие всех. Вся деревенская жизнь. На украинском умеете говорить? Нет. Чуть-чуть хотят? Я проработал 30 лет в лесном хозяйстве. С татарами, с чувашами. Я по-татарски не научился. Даже по-украински служил. Ну так, служил на Украине. Со Львова начинал службу. С Бандерову. Ну так, где ты там научишься? В армии. С ними же. В город выйдешь, то и смотрю, убьют. Во Львове там нельзя было. Нам бы из части выходить было. Еще раз по трое, по четверо ходили в увольнение. В Львове мало было. Я в Бродах был. В полковой школе я учился. Девять месяцев. Ну, то там тоже Украина. А с ними-то мало встречались. В воинской части. А потом, вот сюда уже Сумы, Шостка. Тут уже народ. И русские. Коренных здесь никого не осталось уже. Да, мать меня тоже. А кто? Украинка, вот эти песенки были. Чисто украинская. Вот, и я чисто украинец. А разговаривать тут не разговаривали. Тут русские были. Село Никлюдово. Оно русское село. Тут уже метиша. Ну, разговор украинский, допустим. Вот я начну разговаривать. Это, говорит, ты украинец сразу уже. А акценты, конечно, остался. Кто в гармошке играл? А вот этот музыкант. А сыграете, может? Нет. Баян это не гармошка. Может, немножко сыграете? Нет. Я не могу уже. Я уже все. Вот игрался. Ваши куры? Акценты езжу. А тут у меня соседей нету. Не скучно живется тут? Скучно. Так, деда сейчас угостим. Держите к вам, к чаю. Слушай, у тебя машина боевая. Нормальная. Спасибо. Вам спасибо. Это специально работаешь, да? Ну, это работа моя, хобби. А-а-а. Вот так вот она и жизнь и прожили, прокантовались. Вот жена, жена рано померла. Пожила бы, работала, работала. Дом строили. А так получилось, вот ушла. Подвернула, ногу сломала. И лечили, и все, надо было сразу в Самару. Там врачи бы отнять, так отняли бы. Она бы сейчас бы жила бы. Дом построили. Вот гараж. Вот гараж. Машину копейка там. Копейку у вас? Машину покажете? Я ее продал. Продали? Да, за 1 мая. Да ладно. Я в больнице лежал. Один взял, у нее дно прогнило. Копейка была. У нее оливковый цвет. Красивый цвет. Вот зеленая вот такая. Эх, опоздал я. Я тоже машины старые покупаю. Почем продали? 10 тысяч отдал. А куда? Камышлов. Мотоцикл есть. Какой? Эх, друзья, жалко копейку, бля. Солятчик, бля, бля. Вот он. Ух ты. Даже люлька есть, да? Эх, планета. Красота. И люлька даже есть в комплекте. Красота. Да, у дедушки тут старинные вещи. Гирька висит. Номера старые. Номер не продадите? Пожалуйста, продам. Почем? 100 рублей нормально? Нормально. Так, держите 200. Старые номера собираю. А это вот осталось. Вот этот жигулей. Там не подходило, я обрезал. Вот номер самарский теперь. А мотоцикл продаете? А какого года? 89-й что ли. 89-й. Старость уже, не младость уже. Лан, всего хорошего. Всего дома, спасибо. Давайте. Давайте, удачи. Удачи вам. Желаю всего. Хорошего пути, дороги и в жизни. Спасибо. Лан, всего хорошего. Счастливо. Всего вам доброго. Вот такой, друзья, у нас был интересный диалог с двумя дедушками. Конечно, они глуховатые. Но, тем не менее, мы нашли общий язык. Невозможно было от них оторваться. И я, честно говоря, был в шоке, когда узнал, что буквально месяц назад дедушка продал копейку за 10 тысяч. Оливкового цвета. Очень редкий цвет. Я прям чуть ли не спохнул от обиды, что буквально опоздал в эту деревню на полтора месяца. Друзья, уезжать мне не хочется, потому что тут нам с Арчей очень хорошо на полянке. Здесь у нас ягодки где-то здесь были. Смотрите, какие. Арчи. На муравейник сел. Встал, вернее. Ох, ягодки хоть поем. Хорошие, друзья. Душевные деревни такие. Люди приветливые, общительные. Даже уезжать от неохота. Много, конечно, прошлых домов здесь. Вот в кустиках. Еще один домик. Вот здесь заметил два домика. Сейчас ягоды полопаем. И зайдем в какой-нибудь второй домик. А пока насладимся ягодками. Ты там что жуешь? И теперь заглянем в старый домик. Возможно, он открыт. Конечно, туда браться еще надо, блин. Тут в зарослях все вековых. Закрыто. Это был запасной выход. А сейчас, по-моему, может быть центральный. Открыто. Ух ты, ух ты. Словно в старый музей попал. Коромысло. Ух ты, он чердак. Сейчас попроще залезем. Ух ты, ух ты. Как будто только недавно выехали отсюда. Шмель в западне тут у нас. Коночка. Эх, эх, эх. Такая избушка хорошенькая была. Когда-то. Так, залезем на чердак. Ключок интересный. Лестницу держит тут. Что у нас тут? Ничего интересного. Склад ненужных вещей. Поедем дальше. Еще один заброшенный домик. Тоже открытый. Ух ты. Портреты интересные. Тряпочные. Ух ты. Все, потолок здесь уже обрушился. Ого-го. В 19-м году здесь жили 11 лет назад. Что комнатка? Дом тут у нас большой. Ого-го. Вышивка. Картина у нас тут спрятана. Как ты. Такие я картины не встречал. У бабушки были такие. Репродукции. Но чтобы такой вид, такая картинка не подалась. Техника осталась. Россия не хохры-мухры. Такой вот домик у нас тут. Ну что, друзья. Вот такой у нас получился фильм. Надеюсь, он вам понравился. Как всегда, поделитесь с вами эмоциями, ощущения в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok